Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами поиграем в одну очень интересную новую игру. Так что давайте знакомиться и разбираться, что тут и к чему. Ну а кто уже играл в эту игру, ваши подсказки очень пригодятся. А ну-ка, кто же в этом домике живет? И что это за письмо? А, теперь понятно, кому оно было адресовано. Это Мунилахи. Вау, да это же приглашение на костюмированную хэллоуинскую вечеринку. Ребята, а кто-нибудь знает, как этого котенка зовут? И есть ли вообще у него имя? Если нет, то давайте вместе придумаем. Эу, ты куда? А, это он нам показывает свои владения. А это что за карта? А, кажется я догадалась. Сейчас мы посмотрим, через какие объекты нам придется добираться до пункта назначения. То есть до места, где будет проходить хэллоуинская вечеринка. Хотя, судя по карте, мы по-моему маршрут можем изменить. Хотя нам в принципе все равно, как туда добраться. Главное попасть на вечеринку. Ребята, и еще, кому понравилась эта игра и хотите увидеть продолжение, напишите циферку 1 и поставьте лайк. Так, а это что еще такое? Это, наверное, то, что понадобится нам для вечеринки. Что ж, интересненько. Ну что, дружок, будем с тобой собираться? Ой, будь здоров, главное только не заболей. Иначе тогда вечеринка пройдет без нас. Давай посмотрим, что же у тебя есть в шкафу. Ого, сколько костюмов. Только вот проблемка. Похоже, что они все платные. То есть нам их нужно еще заработать. То есть нам сначала нужно заработать рыбок. Ну а потом эти рыбки поменять на костюмы. Ну а чтобы получить рыбок, нам придется потрудиться. И выполнить какие-то задания. Ого, а куда это наш котенок собрался? И какой у него прикольный рюкзачок. Оба-на. Да, это же стройтовый. Наш котенок угодил в яму. Вот бедняга. И теперь нам эту видоложку нужно полечить. Какие же огромные у него шишки. Так, посмотрим, что же есть в аптечке. Отлично, есть огромный кусочек льда. С помощью которого мы эти шишки можем уменьшить. Главное только подольше держать. Потерпи, малыш. Скоро все пройдет. Осталось полечить всего лишь две шишки. Ну а язык зачем ты нам показывал? А, ребята. Кроме шишек у нашего котенка, оказывается, есть еще ушибы. Которые нужно туго перебинтовать. Ну вот и все. Кажется, наш котенок выздоровел. И теперь с собой в дорогу он возьмет защитную каску. Ну что, доставай свой рюкзачок и погнали дальше. Будем дальше изучать дорогу и преодолевать препятствия. Какой же у него прикольный синий шкафчик. И похоже, что в нем находятся все его вещи. Упс, ты что там, застрял? Не, все-таки пролез. А то я думала, что нам придется его толкать. Так, а ну-ка доставай свой шлем. Ха-ха, теперь он умный. Вот так вот получается учиться на своих ошибках. И здорово, ребята, мы уже заработали по счету вторую рыбку. Упс, вот это неожиданность. Я думаю, что котенок точно не ожидал увидеть в луже с грязью хрюшку. Теперь он, кстати, сам почти как хрюшка. Но ничего, сейчас мы его искупаем и приведем в порядок. Так, наш котенок помылся уже хорошо. Теперь его нужно хорошенечко вытереть полотенечком. Ну вот, почти как ни в чем не бывало. И клево, мы еще заработали рыбок. Что ж, бери свой рюкзачок и отправляемся снова с тобой в дорогу. И при этом захватим с собой одну вещичку. Пока не знаю зачем, но думаю, она нам пригодится. Беги, открывай свой шкафчик, одевай свой рюкзачок и бежим с тобой дальше. Да уж, с какими неожиданностями нашему котенку приходится сталкиваться. А, смотрите, наш котенок-свинке принес игрушку. Какой же все-таки у нас находчивый котенок. Ммм, а здесь куда идти? В какую сторону? И, похоже, нам без карти не обойтись. Давайте попробуем самым простым способом пройти этот лабиринт. Отлично, еще рыбки. И на этот раз мы с собой захватим еще и карту. Сколько же нужно вещей нашему котенку? Ну что, нашему дружочку даже не нужно ничего говорить. Он сам все знает. И сам отправляется навстречу новым приключениям. И теперь уж точно мы здесь не заблудимся. Ведь у нас есть карта, по которой можно ориентироваться. И за успешное преодоление препятствия мы получаем рыбку. Ну а сейчас, по-моему, пришло время нашему котенку перекусить. Так что ненадолго возвращаемся домой, чтобы перекусить. А ну-ка, малыш, держи рыбку. Какой же хрустящий у него рыбный корм. Так, еще одну. Так, ну я думаю, этого достаточно. Еще одну и хватит. А интересно, сколько он может съесть? Ну да ладно, а водички ты случайно и не хочешь? По всей видимости, что нет. А еще, ребята, оказывается, что наш котенок обожает, когда его гладят. Эу, ну ты что, спать собрался что ли? Правильно, вставай. У нас ведь с тобой запланированы дела. Ведь вечером состоится вечеринка, а мы с тобой еще даже точно не знаем дорогу. И костюм еще не купили. Так что бабочку постирали и бегом давай с тобой отправляться в дорогу. Ммм, сколько все-таки есть интересных вещичек в шкафчиках у нашего котенка. И все же они нужны для чего-то. Опять наш котенок еле-еле пролез. Наверное, скоро придется эту дырочку в двери сделать побольше. Ага, какой продуманный и запасливый стал наш котенок. Чтобы домой не возвращаться, он еду прихватил с собой. Упс, будь потише и поосторожнее, но ты куда полез? Это же опасно для жизни. И к тому же, похоже, наш котенок нахватался блох. Вот так вот оказывается лазить по собачьим будкам. Мало того, что это так небезопасно, так нам теперь нужно еще избавляться от блох. Попробуем попшикать этим средством. Надеюсь, оно поможет. Да, от блох мы, похоже, избавились. А, это оказывается еще не все. Нужно повычесывать чесалкой. Что ж, и за успешно выполненное задание нам положены рыбки. Надеюсь, теперь ты будешь знать, как лазить по чужим собачьим будкам. Ммм, интересно, и зачем тебе с собой этот баллончик? Неужели ты опять собрался к тому спящему собаке? Давайте посмотрим, какие же планы у нашего питомца. Главное, чтоб пес не проснулся. Да уж, охранник с этого собаки точно никакой. Вот это да, наш котенок обеззаразил даже этого собачку. Хобана, а вот и домик, где проходит вечеринка. Только вот у нас проблемка. Ведь у нас еще не готов костюм. И ура, у нас наконец-то есть пять рыбок. А это значит, что мы можем купить этот зелененький костюм. Ммм, кого-то он мне напоминает. Ммм, да это, по-моему, не то крокодил, не то динозавр. Быстренько берем этот костюмчик с собой в рюкзачок. Подожди, а рюкзачок? Нам же с собой обязательно нужно взять рюкзачок. Ну вот, ребята, кажется и все. Наш котенок наконец-то попадет на вечеринку. Которая уже идет в самом разгаре. Вау, мне кажется, у него самый лучший наряд. И к тому же ему еще подарок. Ну а вам, ребята, если понравилась эта игра, напишите слово еще. И мы обязательно в нее поиграем. А на этом все. Всем пока и до новых встреч. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...